МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витая служба информации, толерадой о компании Гомель, у студии працуя Наталья Ихнаценко. Глядите у гэтым выпуску. Пасявная стартовала. У в области приступили до сяубы ранних яровых культур. Энергия для автомобилей будущих. Беларусь нафта поширает сетку электрозарадных станций. Горы сметця. С початку года в регионе выявлено больше тысяча несанкционованных звалок. А зараза в гэтым меньшим больше подробязна. Пашпарты юным беларусам уручили сёння у Палацы Незалежностей. Символично церемония отбылась передважной датой у летописи незалежности нашей краины. 15-го саковека Беларусь отзначить День Конституции. По традиции, лепшая из лепших, а гэта 25 школьников из разных регионов, документы и книгу «Я грамадянин Республики Беларусь» отрымали с рук гаранта Конституции, керавника державы. Кожный из них уже дамокся поспехов в учебе, спорте, громадским житти школы и города. Однако самая великая перемога ященна переде, означал Александр Лукашенко. Будучи не краины, залежит миновито от молодого поколения. А наилепший выник приносить праца у тандеме, калидзе ржава дае махчимости, а дети демонструють метанакерованность и працавитость. Вы просто молодцы, потому что попасть в Дворец независимости навстречу президенту из миллионов людей. Надо было этого добиться, надо было заслужить. Еще раз говорю, случайно здесь нет людей. Здесь люди, которые умеют трудиться и показывать пример другим и вести за собой других. Возможно, вы еще не задумываетесь о таких важных и сложных понятиях, как самоидентичность нации или независимость государства. Но только появившись на свет, вы уже стали частью белорусского народа, творцами его настоящего и, конечно же, будущего. Осознав это, вы совершенно по-другому прочтете первые слова нашей Конституции. Мы – народ Беларусь. Ведь народ – мы все, кто живет, кто жил до нас и будет жить после нас на этой земле. Поэтому мы едины, и от каждого зависит, какой страна будет завтра. Патриотизм – не просто разговоры о том, как мы любим Родину. Хотя и говорить об этом надо. Это ежедневный труд на ее благо. Сохранение исторических культурных традиций. Защита интересов государства и жизни людей. В вашем лице вижу новую, позитивную, талантливую и, по-хорошему, амбициозную Беларусь. Это меня радует. Как и у всех ваших родителей. Палас незалежности, где отбылась и церемония уручения – символ белорусской державности. Сегодня у юных гостей была махчимость не только доведаться про историю будовництва объекта, а и побывать в залах, где выращались и пытания несусветного значения. Подлетки выполнились – метанакерованность и працавитость могут снять любые барьеры на житевом шляху. В 2021 году количество электрозарядных станций в Беларуси увеличится до 500. Зараз их сетка на территории краины наличивает 251 кропку, якея одночасово могут обслуговывать 360 электромобилев. ЭЗС под огольным брендом «Маланка» размещены на головных магистралях краины, а так само на парковках побач с буйными гандлевыми спортивными и культурными объектами. При этом станции бывают двух типов – с худкой и экспресс-зарадкой. На первых для зарядки электромобилю – достатково, каля семи годин. На других – аккумулятор можно зарядить меньшим за годину. Кошт установки одной такой ЭЗС зараз складает от 30 до 50 тысяч долларов. У планах национального оператора по створении и развитии сетки электрозарядных станций «Беларусьнафта» до 2022 года поширить инфраструктуру так, чтобы за сутки зарядить до 35 тысяч машин. Если говорить про будущее, то электромобили, зарядные сети развиваются в сторону уменьшения времени заряда. Это требует установки более мощного оборудования. И с 2022 года планируется уже мощная зарядная санкция, позволяющая буквально за 4 минуты зарядить электромобиль на пробег 200 километров. Чакается, что инвестиции только в сетку суперхудких зарядных станций складут каля 150 миллионов евро. Кредитные сродки под гэтый проект могут вылучшить международные банки. Сумма залежит не только от кошту зарядных станций, але и от местов их подлучения до электросетки. Тому, будучи непослуга зарядки электрокара, перестание быть бесплатной. Праз некольки месяцев «Беларусьнафта» створить мобильный додаток с картой ЭЗС, которые позволят планировать маршрут, бронировать станцию и оплачивать тариф. В регионе стартовала поселная кампания. Сегодня все районы в области поступили до сяубы ранних яровых культур. На ранницу этого дня засеяно свыше 5000 гектаров. Это больше, как 5% до плана. Усяго селета провести яровую сяубу нужно на площадь 551,5 тысячу гектаров. На посаджении гомельского облаканка была поставлена задача завершить эту участку поселной кампании до 9 мая. Зараз господарки протягивают под рыхтуку глибы под яровые. А працавана май 17 тысяч гектаров глибы, эти 18% до плана. С початку года на Гомельщине выявлено больше, как тысяча несанкционных звалок. Практично усеяны, оперативно ликвидуются, але часто на их местах худка з'являются новые. Для больше эффективного наведения парадку на земли у областным комитете природных ресурсов и оховы новокольного сяродзя створили карту, на якой фиксуются усе выявленные места звалок. С нововведением ознайомилися наши корреспонденты. Не покидать после себя сметя люди поколь не научились. Яскравый приклад – официальная гомельская звалка. За 50 годов ее эксплуатации сюда вывезли по разных оценках от 1 до 4 миллионов тонн отходов. Объемы сметя у звалках несанкционованных никто докладно не подлишвал, але змагаться с ними приходится постоянно. Только за два месяца текущего года органами Минприроды было выявлено более тысячи таких мест, это свалок несанкционированных отходов, и их удалено. Необходимо отметить, что за данные нарушения предусмотрена достаточно высокая административная ответственность. Это к физическим лицам до 50 базовых величин, к индивидуальным предпринимателям до 200 базовых величин и к юридическим лицам до 1000 базовых величин. Частей за всю сметю выкидывают коля водоемов, покидают поблизу населенных пунктов, дачных и гаражных кооперативов. Для контроля за ситуацией экологи створили карту, на якой фиксуются все месты, где такие звалки выявляются постоянно. Проект можно назвать пилотным, пакуль карта охопливает только территорию областного центра и Гомельского района. Специалисты отсутствуют ситуацию подчас объезда, а так само с допомогой фотопасток и квадрокоптеров. Мы отправляем рекомендации данному землепользователю на устранение. Там может быть срок от 3 до 5 дней. То есть вот, нам должны они устранить, убрать весь этот мусор, свалку и дать нам ответ. Если они не дают ответ, мы едем, перевыявляем. Если там мусор все так же лежит, мы привлекаем уже к административной ответственности. Проблемы со створением несанкционованных звалок выявляются як на сельских территориях, так и у самим Гомели. Это гаражный кооператив по улице Кирова. Видовочно, что наполно сотни килограммов сметия сюды принесли мясовые жахары. Нехто экономить на оплате коммунальных послуг, у некого это адлюстрование ступени культуры. На жаль, подобные приклады можно знайсти усюды. Одно с подтверждением – ситуация вокруг былого мини-полигона бытовых отходов каляне Великой Вёске с тях працы Гомельского района. Некольки годов тому его закрыли, але бытовое смете на вокал з'является постоянно. Даже до конца наступного года усе мини-полигоны повинны быть ликвидованы. Разрабатывается проекта. И согласно этого проекта выбираются вторично-материальные отходы оттуда. Потом эти отходы уплотняются, пересыпаются. И в зависимости от дальнейшего использования этого земельного участка этот полигон готовится. Если под сельскохозяйственные какие-то земли, то там определенное количество плодородного слоя засыпается. Если это под лесное хозяйство – другая технология. Спынять боротьбу с забруживанием новокольного асеродзе экологи не сбираются. Але личать, что я ем, можно значно активизовать, коли до справы долучиться больше необыяковых до природы своей краины. Причем размовы идей як про организации, так и особных грамадян. Хотелось бы, чтобы к этой работе подошли, как говорят, всем миром. То есть и службы ЖКХ, и землеустроительные службы, и службы архитектуры, да и просто неравнодушные граждане также подключились к этому вопросу. С тем, чтобы не просто там подсказали, где-то вот есть свалка, мусор, ну а подсказывали, кто этот мусор, скажем так, создает эти свалки. С тем, чтобы конкретно, скажем так, мы могли привлечь это лицо, будь то это юридическое или физическое лицо, к административной ответственности. Олег Шинцюров, Ольга Канавалова, Євген Макенко, Телерадо, компания «Гомель». Бесплатные консультации проведут нотариусы с нагодой Дня Конституции. У традиционной акции примут этот дел все нотариальные конторы и Бюро Беларуси. В пятницу 13-го соковика граждане могут отримать отказы на вопросы, которые входит в компетенцию нотариуса. Это в приватности оформление спадшинных правов, складание завещаний и шлюбных договоров, изъяснения выканавших надписов. Полный спис нотариальных контор и бюро, а так само час их працы, можно удокладнить на сайте Беларусской Нотариальной Палаты у разделе «Знайсти нотариуса». Коли сюжеты для картин подказывают с душа и сердца. У Лоеве проживая мостак, який всю свою творчесть присвятил малой родиме. Миколай Робянок малю из детинства, а ли зараз на заслуженном отпочинку маем макчимость присвятить любимой справе больше часу. С мостаком сустрелся Дмитрий Котау. У майстерни больше за 100 картин. Пейзажи, портреты, натюрморты. Кожная вельми дорога мостаку. Пиша он выключно для себе. Николе не ставил коммерсийной меты. Часом працую на заказ, а ли гроша и за это не бере. Вот эта работа, которую я нарисовал, последняя ее. Здесь отображена деревенька, лес, речка, рыбак ловит рыбу. Эту картину мне попросила моего друга, жена, нарисовать ей такую картину с природой, с речкой и с деревенькой. Вот я просто по представлению ничего не брал, а нарисовал так, как я ее представляю. Как она мне рассказала, так и я нарисовал. Миколай Робянок живе в некольких метрах от места, где Днепр упадает в Сож. Миновито ягомо, стак, шастей за все наведывая, колиз находится в творческих пошуках. Усе пейзажи присвящены родным с детинством Астином. Тым, что заховали самые яркие успамины. Вот мы пришли на место, где впадает Сож в Днепр. Это самое любимое мое место. Красота эта отражается в моих картинах, которые я рисую. Все свои картины я посвятил Днепру. Этому райскому уголку, который находится в Лоеве. Коли назираешь за природной пригожостью, некольких годин проходят, як одно им гнение, кажем астак. Тут приемность находится у любое надворье, а леса блива добра в осенью. И она заявляется наибольшь пленной для творчести. Как это у Пушкина болдинская осень. Мне тоже она очень способствует к творчеству. Люблю очень осень. И прилив творческих сил именно осенью бывает. Родные мястины, упевненный Миколай Робянок, дают силы не только творчие, але и життёвые. Хочется и долей творить, и увособлять у життё свои мары. Мечта есть, чтобы открыть свой музей. И желательно, чтобы было на обозрение всем, что у меня хранится на чердаке, там прочее, везде, в гараже. Так, чтобы было людям больше пользы. Кап дарыц свету подобную прыгажость, необходно набраться терпенья, а дыстят повседённые митусни и с головой окунуться у свет фантазии в образов. Мастак не сумневается, картины пишутся тады, коли сюжет подказывают душа и сердце. Димитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель», Лоевский район. Моцный ветер чекается в Беларуси до конца этого апрационного отыдня. Синоптики объявили на эти дни оранжевую зровень небезпеки. У многих районах порывы ветру будут досягать 15 метров за секунду. Кроме того, на большей части территории краины пройдут дожджи. У ночные и ранешние годины местами прогнозуется туман. Во умовах изменливого надворья у дельникам дорожного руху треба быть осторожными и поклопотиться про позначение себе на дорозе. Это и так само иншие новины. Информацию об проектах телерадиокомпании «Гомель» вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvergomel.by На этом выпуск завершен. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире. Эфира телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Начнем выпуск с обстановки на дорогах. Сегодня в «Гомеле» произошло несколько ДТП. На пересечении улиц Шилова и Крупской автомобиль врезался в столб, снес забор частного сектора и перевернулся на бок. На перекрестке столкнулись «Хёнда» и «Ситроен». За рулем первого авто находилась женщина. Она поехала на запрещающий сигнал светофора, столкнулась там с «Ситроеном», потеряла управление, съехала на обочину, где ее машина сначала ударилась о столб, а затем снесла металлический забор. Гай разбирается в обстоятельствах ДТП. Оба водителя были доставлены в больницу, но затем отпущены домой. В «Гомеле» на улице Сверидова сегодня столкнулись внедорожники «Маршрутка». За рулем иномарки находилась женщина в салоне «Ребенок». В маршрутке водители два пассажира. По информации ГАЭ, никто не пострадал. Дополнительный медосмотр понадобился юному пассажиру внедорожника. Девочку доставили в больницу, чтобы сделать рентгеновский снимок. На момент ДТП она была пристегнута ремнем безопасности. Обстоятельства выясняются. Предварительно установлено, что водитель маршрутного такси выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с внедорожником, а потом зацепил еще и городской автобус. Как сообщили в ГАИ, на мгновение водитель маршрутки отвлекся от управления транспортным средством. За оказание медицинской помощи позднее обратился пассажир маршрутки. Дорожное движение было перекрыто накануне на трассе в Калинковическом районе. Неподалеку от деревни Козловище столкнулись огруженные МАЗы и автомобиль «Жигули». В результате ДТП из кузова грузовика на дорогу выпали баллоны. Пришлось принимать меры по ограничению движения транспорта. Оперативно отреагировали экстренные службы. Пострадавшего водителя легковушки доставило в больницу скорая. Работники МЧСа собрали с дороги раскиданные баллоны. Выяснением обстоятельств происшествия занимается ГАИ. Помог избежать неблагоприятных последствий банку с артутью обнаружил гомельчанин в областном центре. Мужчина увидел емкость из-под краски возле мусорного контейнера на улице Набережной и позвонил в МЧС. Спасатели подтвердили, что в металлической банке в двух резиновых грушах находилась ртуть. Опасный металл был изъят для утилизации. По данным измерения газоанализатора наличие паров ртути в воздухе не обнаружено. Масса вещества более 4 килограммов. Пострадавших нет. А в Светлогорске на территории больницы возле мусорной площадки нашли боеприпас. На него наткнулись рабочие, когда устанавливали забор и копали под столбы ямы. На место происшествия прибыли специалисты саперно-пиротехнической группы и извлекли из грунта 82-мм минометную мину времен Великой Отечественной войны. Боеприпас увезли на безопасное расстояние и обезвредили. Поистине неоценимый подарок сделали сотрудники МЧС жительницы областного центра. Она была спасена на пожаре. В подъезде многоквартирного дома на улице Богданово произошло задымление. По прибытии спасателям им было установлено, что горение происходит в трехкомнатной квартире, расположенной на первом этаже. Пожарным стало известно, что там проживает одинокая 60-летняя пенсионерка. При проведении разведки спасателями в горящей комнате на кровати была обнаружена спящая хозяйка квартиры 1959 года рождения. И при помощи маски для спасаемых была вынесена на свежий воздух и передана работникам скорой медицинской помощи с последующей госпитализацией в учреждение здравоохранения. Пожар ликвидирован спасателями. Основная версия причины возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении. Сверток фольги с наркотиком вместо букета цветов на 8 марта. Таможенники задержали в пункте пропуска «Новая Гута» пассажира рейсового автобуса, который спрятал в салоне психотроп. В ходе таможенного контроля вещество нашли, а пассажира, гражданина Украины, задержали. Он направлялся в Эстонию на заработки и зачем-то прихватил с собой несколько граммов наркотического средства, которое завернул фольгу и спрятал между спинкой сиденья и креслом автобуса. Назначена проверка. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Александр Гамоля. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Две награды Кубка Мира. Гомельчане удачно выступили в Португалии. Первый этап Кубка Мира по спортивной акробатике проходил в городе Майя. Воспитанники Гомельской из душер номер 4 отличились в мужских парных упражнениях. На пьедестал поднялись сразу два наших тандема. Максим Маркевич и Олег Михалевич завоевали серебряные медали. Бронза у Артема Ященко, Алексея Зайца. Победу праздновал британский дуэт. Гомельчанин Артур Беляков и брещанка Ольга Мельника становились в шаге от пьедестала в состязаниях смешанных пар. Второй этап Кубка Мира пройдет в Болгарской Софии в начале апреля. В чемпионате Беларуси по хоккею в экстралиге определился последний полуфиналист. Седьмой матч противостояния Гомеля и Дзинамо Молодечно получился подстать всей серии. Счет на табло к окончанию основного времени совпадал с раскладом сил по итогам шести предыдущих поединков. 3-3. На старте второго периода Кокшаров вывел гостей вперед. Вскоре грецкий цифры уравнял, а Печур оформил лидерство хозяев. Еще до перерыва Скоринов восстановил паритет. В третьем периоде соперники обменялись заброшенными шайбами. У Рыси дубль оформил Кокшаров, у Динамо отличился Литвинов. В овертайме победу Динамо в матче и в серии принес Волков. 4-3. Напомню, что Гомель по ходу этого противостояния уступал 1-3. По итогу сезона Рыси остановились на пятом месте. Василий Дроздов назначен директором футбольного клуба «Гомель». В бытность футболистом он выступал на позиции крайнего защитника и суммарно провел 221 матч в составе «Зелено-белых». После завершения карьеры игрока работал в структуре «Гомеля» тренером-администратором и начальником команды. Предыдущее место работы Василия Дроздова Гомельский областной центр Олимпийского резерва по игровым видам спорта. Должность – директор. В Гомеле на арене Дворца легкой атлетики прошла республиканская спартакиада детско-юношевских спортивных школ по вольной борьбе. Состязались юноши и девушки в возрасте 14-15 лет. Нынешняя спартакиада стала рекордной по количеству участников. В состязаниях юношей на ковры выходили 265 спортсменов. У девушек – 111. В заявке были команды 39 спортивных школ со всей страны. Такая массовость объясняется тем, что республиканская спартакиада – это главный этап отбора на первенство Европы, которое с 4 по 6 июня пройдет в Болгарии. Напрямую в состав сборной страны попадут финалисты турнира. Но юноша и право отправиться на континентальное первенство получили и представители нашего региона. Это Иван Марковский, Владислав Воробьев, Александр Вербицкий, Александр Вотчиц, Владислав Захарченко и Владислав Плиско. У девушек – Валерия Титова. Что касается общего зачета спартакиады, то у юношей в тройке призеров две гомельские спортшколы. На второй строке расположилась дюшор номер один БФСО «Динамо». На третьей – из дюшор профсоюзов по борьбе. В пятерке также кармянская Дю США победили воспитанники столичного отцора имени Александра Медведя. Успеху гомельчан способствовало и то, что спартакиада была для них домашней. Ребята выступили практически все в свою силу. И я думаю, что только благодаря тому, что мы здесь дома, как говорится, нам не надо было никуда ездить. Мы на месте, все дети на месте, как говорится, все под контролем. И все мобильно, гораздо мобильнее можно выполнять любые задачи. И вес гонять, и питание продумать. Гомельская энергия завтра сыграет с Солигорским шахтером. Матч второго круга четвертьфинального этапа чемпионата страны по волейболу пройдет в Гомеле на арене спорткомплекса «Локомотив». Начало в 19.00. В первом круге напомнено домашнем паркете сильнее были горники. 3-0. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.